итак прежде чем мы с вами начнем да это другой момент немного немного посимпатичнее момент в общем это war thunder обновление war сравниваем конечно там не обновление танков но все же это обновление war thunder а мы сравним как эта игра себя показывает мы видим сочную картинку очень сочная картинка привет друзья вместе с летом в war thunder приходит жаркое обновление денджер зоу вас ждут улучшенная графика легендарные боевые машины уникальный тип вооружения и еще одна ветка развития вертолетов впрочем чем не нравится war thunder там всегда чем-то есть удивить игрока там очень много различной техники вертушки самолеты истребители различные кукурузники танки самоходки все это круто показано там техники наверное уже боже больше тысячи если не больше обо всем по порядку мы продолжаем работу над визуальной составляющей игры и в этот раз готовы представить вам обновленную анимацию выхлопа дульных газов и эффекты движения наземной техники по разным поверхностям и срабатывание контр боеприпасов комплексов активной защиты уникальный эффект да то что здесь еще круто то что ты из пулемета можешь стрелять можешь стрелять хоть чего вот две башни у танка с двух башен можете гачить у самолетов есть ракеты и пулеметы и бомбы ты можешь это все вместе использовать наземную технику с этих ракет сбивать все это круто сделано реализовано есть конечно небольшие тоже косяки как бы онлайн игры не могут быть без косяков но тут они не такие уж сильно для кого-то возможно нет для кого-то это очень сильно очень мощно к примеру world of tanks если сравнивать и smart under это две экосистемы их нельзя сравнивать это как я не знаю это как android и айос айос лучше но там тоже не все без греха да так вот здесь что мы имеем здесь мы имеем ту систему что куда ты попал в танк если ты выбил экипаж ты выбил экипаж все танк не едет world of tanks и ой мы должны отнять хпшки у друг друга да 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 ой маус едет на меня блин я приеду ему корму буду стрелять а я его пробиваю прикинь прикинь да я его убиваю хпшки ему отнимаю ха 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 в артандере так не действует нет маус в артандере довольно очень крепок но и его можно уничтожить конечно если попасть нужное место там щельки такие езди люди смотрят если мех вода убить то все ты проиграл это стопроцентно это круто еще один конечно минус есть что некоторые игроки там настолько скилловые что они могут тебя с 4 километров увидеть либо они так прокачивают экипаж свой там все зависит от того что никак рация прокачена как видит экипаж танк так они и стреляют если у тебя экипаж на зрение слабо прокачен то противнику больше шансов тебя уничтожить взрыва кумулятивных снарядов в воздухе и проработанный шлейф и ракет воздух-воздух теперь все они выглядят еще реалистичнее кто-нибудь из вас любит бодрящий запах напалма по утрам потому что именно так пахнет летнее обновление ряд самолетов получает напалмовые бомбы эффективное и эффектное оружие на пол такие боеприпасы способны нанести повреждения и взрывом почти как обычные бомбы и что куда опаснее выжечь все вокруг дотла открытой техники не поздоровится в меню просмотра повторов добавляется функция перемотки которую давно ждали многие игроки и особенно создатели контента повар тандер любители винтокрылых машин порадует полноценная ветка израильских вертолетов среди которых есть уже знакомые модели кобр и израильскую технику на самом деле там сделали немножко неудобно израильская техника начинается с 4 ранга это примерно 5 уровне в танках world of tanks и но чтоб их начать открывать тебе нужно каждую нацию прокачать до 4 ранга вот этого прикола я не понял господа этого я не понял а я так хотел на этой израильской техники погонять на самом деле апачей а также новый для war thunder легкий вертолет юс 500 ну а теперь самая любимая часть показ новой техники и открывает его вновь один из самых долгожданных самолетов for thunder приходит первый истребитель четвертого поколения легендарный f14a tomcat новый американский топ заточен под завоевание господства в воздухе буквально над всем полем боя для этого у него есть совершенная бортовая рлс и надежный арсенал управляемых ракет воздух-воздух в том числе знаменитые фениксы для любителей больших калибров приготовлена южно-африканская самоходная артиллерийская установка g6 рай но ее 7-метровая ручь мощность шанса на выживание ни одному противнику но и легко уместить база позволит оперативно менять позицию на поле боя еще одна колесная новинка французский бронетранспортер мид такое говно это просто боли страдания если его выкачивать чтобы открыть следующий себе ранг то это просто боли страдания ракеты ракеты хорошо наводится хорошо но не факт что ты доедешь мефисто низкая масса обеспечивает ему хорошую подвижность а пусковая установка с четырьмя управляемыми ракетами ход делает опасным охотником за вражескими танками прикрывать наземную технику от ударов авиации готов советский бтр-зд установка с двумя скорострельными 23 миллиметровыми пушками создает плотной очереди снарядов так что пилотом лучше в прицел не попадаться китайская ветка развития пополняется первым вертолетом ударным z19e отличная маневренность позволяет ему с легкостью применять весь спектр подвесного в этом числе блоки наров и противотанковые управляемые ракеты собственного производства куда же без королей морских просторов а тем более новых рекордсменов по главному калибру чтобы я хотел бы здесь сказать измените систему боя морских сражений пожалуйста корабли плывут медленно а если у противника раскачан экипаж ты до него вообще не долетишь ты ну не доплывешь он тебя размотает как щепки просто неудобно просто неудобно ибру на вооружение немецкого флота поступил новенький линкор bayern а возглавить королевскую армаду готов знаменитый британский худ оба флагмана вооружены 8 380 миллиметровыми орудиями только грубая мощь и никаких компромиссов и ничего лишнего разумеется это далеко не все новинки в китайской ветке танкисты найдут современный о бтс тизет 99 он же на американцу топового похож из war thunder вот как раз таки как он там назывался то я забыл как он называется вспомню блин вспомнить бы и с мощным двигателем и прочным лобовым бронированием ну а линейка итальянских колесников пополнилась многоцелевой машиной с убойной автопушкой далее не очень нравится только авиация только авиация у италии танки хрень а вот авиация охраненная просто изменений как всегда ищите на официальном сайте подписывайтесь на канал открывайте новую технику тестируйте вооружение и не забывайте делиться впечатлениями в комментариях ну в общем это здесь все можно дальше не смотреть там под концовочку что я хочу сказать ребята простите что я хочу сказать war thunder если сравнивать с танками да их нельзя сравнивать это две разные игры но здесь хоть не плеют пока что на игроков а что здесь плевать в принципе игру сложно испортить добавляешь новую технику играешь на ней все круто пробуешь новое оружие все круто я слышал что вообще скоро чуть ли не нашего времени добавят технику сюда это просто будет бомбезно это сколько ж надо качать но не суть в общем war thunder я поставлю оценку где-то из подобных игр если сравнивать со всеми танками да вот но с танками точнее и вы простите ребята еще раз танки и world of the world of tanks точнее и war thunder world of tanks ты получаешь 4 дула из 10 war thunder получает 9 напалмовых снарядов из 10 почему не десяточка чтоб не зазнавались потому что все таки система морских боев здесь реализовано плохо очень плохо что же всем удачи играйте в хорошие игры только хорошие игры